Всем привет! Это снова подкаст «Спортный день за днём» о чемпионате мира по футболу в Катаре. Второй день игровой, намного сложнее, чем первый прошёл, как минимум потому, что уже не один матч, а три. У нас отвалился один участник, Дима Нихипаренко с нами сегодня нет, но я Тимур Валеев и со мной Ваня Житков. Вспомним сегодня и обсудим всё, что сегодня увидели, а видели мы, можно сказать, каждую минуту. Да, Вань? Да, каждую минуту как бы не было тяжело, а будет ещё тяжелее. Да, абсолютно. Давай начнём с Англии. Англия-Иран, если честно, я смотрел этот матч и думал, что чёрт возьми. Матч Катар-Эквадор продолжается. Есть у тебя понимание, что произошло с Ираном? Это же вроде бы дисциплинированная команда, которая не должна так разваливаться. Что произошло? Первая версия футбольная, вторая, скажем так, психологическая, на мой взгляд. Дело в том, что Карлыш Кейруш, когда в очередной раз вернулся в сборную Ирана, по сути дела, вернулся в неё буквально перед чемпионатом мира, он, видимо, решил, ну или под каким-то давлением, может быть, решил, мы же не знаем, что там в федерации ему говорят, и вообще, что слишком в консервативный футбол играет сборная Ирана. Нет, конечно, победы, выходы в финальные части, это всё здорово, потому что фавориты боятся, тоже хорошо. Надо быть чуть-чуть веселее и посовременнее. Ну, вот они сегодня, ты сам об этом говорился, мы переписывались, обсуждали игру, что они оторвали линию полузащиты от защиты, что у них были дыры, что они заходили спокойно между линиями, миллионы раз просто. И в итоге, вот ещё один пример, когда ты отказываешься от того, что ты лучше всего можешь делать, ты получаешь вот это. Ну, а вторая причина, я бы сказал, что, я потом об этом узнал, что иранцы в знак протеста против событий, которые там происходят в стране, они отказались от исполнения гимна. Мне кажется, это тоже очень много сильно повлияло на то, как они сыграли этот матч. И это было видно, что это не прежняя сборная Ирана, которая была раньше сильна моральным духом. Если там происходит такое, что игроки не исполняют национальный гимн, что привыкли делать, да, потому что можно исполнять, можно не исполнять, но если вы всегда это делали, а сейчас не делаете, значит, что-то не то. То многое становится ясно. Да, действительно, согласен с тобой, казалось, со стороны, как будто бы немножко сборная Ирана и каждый игрок по отдельности думает не только о футболе, и это их сильно отвлекает. Лично по игре показалось, что очень часто в центре поля оставляли буквально 4-3 против англичан, что в итоге легко раскатывали. Мне кажется, при первом голе, который Беллингем забил, было легко это видно, очень легко прошли середину, подача с фланга, и Беллингем уже никто не закрывал. Мне, кстати, игрок этот сегодня понравился, Джуд Беллингем, и подбор все успевал, и в атаке, и в обороне. В обороне они практически не возвращались, но Беллингем много часто помогал продолжать атаку, что называется. Вроде его потеряли, а он быстро расуществлял подбор, как бы возврат, и поехали снова. Поэтому у Ирана практически не было владения мячом, и тот же Беллингем, да и в принципе вся Англия постаралась к этому. Беллингема очень много ждал, я того, чтобы увидеть его на этом турнире, и пока, понятно, что по Ирану не стоит сейчас пока оценивать, но то, что он от себя сделал, все зависит, и показал те качества, за счет которых он совершил такой внушительный прогресс в карьере в 22-м годах. Он все проявил, согласен с тобой, помню. Я, кстати, бы еще выделил, на самом деле, Гарри Магуайра. Я, наверное, упустил немножко момент, наверное, надо было больше игр Манчестер Ирнайтед смотреть, когда Магуайр стал объектом для насмешек, но сегодня просто стандарты Англии – это полноценное оружие. Я хорошо помню, как они на Евро, ну, кажется, они больше 70% голов на том турнире забили со стандартов, с угловых в том числе. И, ну, сегодня было видно, что под чемпионат мира у них тоже стандарты наиграны, все здорово. Магуайра, ну, просто иранцы даже просто не понимали, как его остановить, потому что раз за разом он выходил на ударную позицию, перекладину попал, а потом и голевой отдал передачу. И, в принципе, в обороне тоже не косячил, что называется, поддерживал всю-всю-всю команду именно с точки зрения, как можно скорее вернуть мяч. И единственное только, что он допустил ошибку перед голом Ирана, но, похоже, дело там было в сотрясении, потому что сразу же к нему выбежали врачи и стали проверять на сотрясение, поэтому, наверное, с этим связана ошибка. Правда, странно, что вроде бы Магуайр дернулся в одну сторону, нападающий убежал ему за спину и в итоге довольно-таки легко на ровном месте пропустили. Ну, даже несмотря на то, если обобщать то, что матч специфический получился для Англии, все равно вот эта вся ерунда, которую в таком времени говорят про Саутгейт и так далее, она, мне кажется, не имеет под собой особо приятных обоснований, кроме этих вот расхожих фраз, там про скучно, там неинтересно и так далее. Не знаю, команда была в шаге от финала чемпионата мира прошлого, она была в шаге от победы ноября, она сбалансирована, у нее есть подбор игроков, который позволяет продолжать в том же духе. Поэтому я думаю, что Англия будет достаточно высоко на этом чемпионате. Да, я согласен с тобой, а я удивился на самом деле, что сегодня плевались от второго матча Сенегал-Нидерланды. Я прям смотрел и получал вообще истинное удовольствие от этой игры. Наконец-то матч, в котором две команды реально претендовали на победы до последней минуты. Какие у тебя впечатления остались? Да, у меня великолепный матч был первый матч, который был на чемпионате мира на этом высокого уровня с обеих сторон. Высокий уровень конкуренции и по мысли, и по атлетизму, по движению. Какие сверхусилия пришлось Голландии предпринимать свой стейс в начале первой, третьей, первого тайма, чтобы не провалиться во втором тайме. Они сумели выжить, они сминимизировали при всем давлении, при том, что они реально просаживались под прессингом Сенегала. Они в своей штрафной очень четко сыграли. Несмотря на то, что было действительно тяжело, то, что Ван Дайка действительно признали MVP, это абсолютно справедливо. Именно его кто-то впервые, редко бывает, когда у этих лучших игроков матча, лучшие игроки матча признают менее заметных людей, чем те, кто голы забил и так далее. Абсолютно правильный выбор. А то, что касается Сенегала, мне, как говорит наш друг Дима Чапаренко, мне их жалко, честно говоря, потому что они могли бы рассчитывать на очки. Но для того, чтобы их брать, нужно было быть острее в штрафной. А чтобы быть острее в штрафной, нужно было быстрее туда доставлять мяч, быстрее его двигать. Этого им не хватило в завершающей стадии. А так матч очень достойный, прямо вот то, что хотелось бы даже пересмотреть. Немного жаль, что к вечеру уже внимание не то, как в дневные часы. Да, я понимаю тебя. Я, кстати, я прочитал мнение, что якобы Сенегал был немножко ближе к победе, чем Голландия. Но у меня вот, во-первых, визуально сначала сложилась немножко другая картинка. А во-вторых, потом я еще покопался в статистике и, в принципе, нашел этому рациональное подтверждение. Сенегал действительно создавал, наверное, чуть-чуть больше моментов, чем Голландия. Но проблема в том, что очень много этих моментов были, что называется, легковесные. То есть это достаточно много... Да, 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 абсолютно правильно. А голландцы в концовке матча создали два именно верных момента. И, кстати говоря, еще и у Де Йонга был момент в первом тайме, когда, ну, просто чуть подработка помешала реализовать. И по итогу, как мне кажется, абсолютно заслуженная победа. И Луин Ван Галь просто этот старый дед, человек, который, мне кажется, рушит сейчас все традиции всех этих лэптоп-тренеров, которые прячутся на базе, не дай бог, кто увидит лишнюю тренировку какую и так далее. Человек просто выходит и говорит, ну, у нас будет вот этот вратарь стоять, мы будем играть по такой-то схеме, так-то, так-то. Мне кажется, он просто познал футбол и знает, что, наверное, на таких турнирах психология намного важнее, чем тактика и техника, наверное, в том числе. Это мудрость однозначно, которая приходит и с возрастом, и с опытом, и с, скажем так, с достатком достижений, да, когда человек может себе сказать, слушайте, я уже кое-что выигрывал, могу позволить себе теперь пытаться выиграть, но с более спокойным, расслабленным выражением лица. Я, кстати, на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, я самую большую часть находился в Рио из своих 10 дней там, и там была база голландцев. Я ходил на их тренировки, это достаточно самоудивительное по себе обстоятельство, потому что Ван Гал раньше очень не любил журналистов, он как бы с ними, на них шел в атаку своими длинными ногами всегда. И вдруг оказалось, что все может. Можно смотреть тренировки, можно, там, не знаю, фотографировать журнала футболистов, что сам по себе был парадокс, что там, у нас решил им жить, и Джоном приехать на чемпионат. И они в итоге вот в этой всей атмосфере, они дошли до полуфинала. Это было очень интересно наблюдать, как трансформировался сам характер тренера. Да, это очень круто. Мне кажется, когда тренеры с возрастом начинают все больше и больше познавать игру, познавать футбол, это всегда здорово, чем когда тренеры, которые приходят и говорят, что да, мы все знаем, не мешайте нам. И так далее, и так далее. Я, кстати, по этой игре выделил бы полузащитника по СВ, Коди Гакпо. Просто, честно говоря, на меня впечатление произвел шикарное. Он, что интересно, не так много встречался с мячом, но при этом стал лучшим по обострениям. И при этом в обороне дисциплинированно отрабатывал по опорнику. И вообще и в атаке успевал как бы что-то придумывать. При этом позиция у него была нестандартная. Вроде бы играл десятку, потом постоянно перемещался. Смотришь в тепловую карту, он вроде как где-то справа играл. И в итоге, собственно, голы забил. Достаточно тоже, ну не то чтобы курьезное, неподходящее слово, но с умными действиями сделал так, что гол со стороны кому-то может показаться легким. То есть стоял вроде на фланге, потом сделал движение в середину, вышел как бы по створу ворот и в итоге перепрыгнул в вратаря и забил. Конечно, там тоже передача Де Йонга решила тоже многое, но мне кажется, в такой простоте часто скрывается реальное мастерство футболистов. Ну вот как раз наш канал Wild Scout, в котором все мы принимаем участие, мы анонсировали, кого посмотреть перед матчем буквально, как пошел под номером один. Именно в связи с тем еще, что, во-первых, он молод и быстро прогрессирует. У него сейчас быстро прогрессировал. У него есть шанс уехать по итогам этого чемпионата из ПСВ куда-нибудь совсем в какой-нибудь ток. И вот это его смежность позиций, да, потому что он играет и вингера в ПСВ, а здесь Вангал его очень вариативно использует. Причем не то, что он там то на одной позиции, то на другой, а прямо в ходе игры. То, что ты ссылаешься на тепловую карту, то, в принципе, она и показывает эту эксклюзивность. А он играет по вертикали еще очень мощно, да, с мячом контактов немного. Но сколько движений в последнюю третью, сколько обманок, на которые ведутся защитники, сколько на него там сил потратили эти ребята из негалово-опорной зоны. Хотя надо сказать, что они очень сильно все равно сыграли матч. Вот именно с точки зрения готовности к темпу атлетизма и единоборствам с обеих сторон матча просто классно. Согласен. Тоже получил большое удовольствие. А что ты скажешь по завершению дня? США, Уэльс, наверное, после Сенегала и Голландии уже не такой яркий матч получился, да? Честно говоря, до 10 вечера матч был сложноватый. Единственное, что, в принципе, тенденция, которая могла быть прослежена до него, она подтвердила, что сборная США начала бодро, не сумела закончить этот матч так, как и хотела. Очень много легконогих, быстрых игроков, очень много желания играть на скорости, искать пространство. Уэльс его сначала не давал, потому что очень плотно играл на своей, и не половине поля, но все равно вскрывался периодически. То есть угрозы у американцев возникали. Но, мне кажется, у них просто как будто не было плана Б, если честно, а плана Б был какой-то в втором тайме, пытаться продолжать гнуть ту же самую линию, когда Оэльс практически не угрожал воротам. Они не отреагировали на то, что Рэмси стал играть глубже и выполнять больше диспетчерских функций. На выход вот этого очень классно вышел Мур. Я считаю, что он там просто напугал этих ребят из МЛС, вот этих обоих центральных площадей. Рим из Фуллэма, а второй из Юстона, Циммерман. Ошибся, я не упал из МЛС. Но вот этих вот высоких ребят он там хорошо напугал. И начали они растаскиваться. Маккензи, нервный был очень, часто не успевал. Я удивился, что он вообще доиграл матч без второй желтой. Ну, в общем, я бы так сказал, что сборная США, я думаю, просто немножко не хватает. И умение настаивать на результате не хватает опыта, не хватает зрелости. Я согласен с тобой насчет опыта. При том, что некоторые игроки действительно прям высокого уровня. Вот, честно говоря, Тимати Ве оставил такое впечатление. Ну, мастерство просто со всех сторон. И прием как бы на скорости, и сразу же передача. И гол забил тоже здорово, вовремя ускорился. И не дал там защитникам вообще прийти в себя. При этом действительно опыта не хватает. Во втором тайме все это куда-то потерялось. И мне кажется, это немножко тоже вопрос про интенсивность игры, за которую столько времени уже, наверное, бьется российский футбол, пытаясь как бы решить, надо ее как-то увеличивать, как ее увеличивать и так далее, и так далее. США просто начал очень интенсивно. Мне кажется, Уэльс был абсолютно не готов. И по итогу, мне кажется, скрылся тот факт, что команда не та, что была в году, скажем так, 16-м. Я вот пока смотрел, просто никак не мог отделаться от этого ощущения, что, блин, это не те валийцы, к которым уже, можно сказать, мы все привыкли, которые где-то действовали бесшабашно, но в то же время расчетливо. Вот этот вот странный баланс, который они умели держать на протяжении нескольких лет, связано все это, наверное, с тем, что просто игроки те ушли. Я бы вспоминал, кто играл в 16-м году, скажем, со сборной России. Это были Честер, Гантер, Эшли Уильямс, ну, все такие мощные гранадеры и умнейшие защитники, которые четко понимали... На лавке сидел, Аленджи на лавке сегодня отсидел. Да, 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 все верно, все верно. А сегодня я смотрю, собственно, от этого Веа, кто убежал... Веа убежал от уже другого Уильямса, от Нека Уильямса, которому всего лишь 21 год, воспитанник Ливерпуля. И, как мне кажется, честно говоря, вот этот гол, первый и единственный гол американцев, его можно было, в принципе, избежать просто тем, что чуть-чуть отпустить игрока, и пусть он себе убегает в офсайт. Но, наверное, тут как бы просто опыта и какого-то там игрового мышления немножко не хватило молодому парню. Когда, мне кажется, те-те-те-те опытные старожилы, вот эти вот, они бы вообще не запаривались бы. Да и насколько помню, они, в принципе, очень многих соперников на этом ловили. То есть они играли совсем высоко, но при этом те, кто пытался убежать за спину, они спокойно отпускали, и те просто залезали в положение вне игры, и в итоге никаких моментов не было. Ну, не зря же в современном футболе много рассуждают о том, это все вот, на все вешают ярлыки. Современно, современно, современно. Я как бы немножко от этого иногда смеюсь, но есть просто, не знаю, мухи из котлеты, да, и есть здравые вещи, о которых говорят те тренеры, топ-фитнес-тренеры, тренеры по развитию игроков, да, которые помогают эти ситуации решать. Это та самая когнитивка, которую я там, не знаю, у себя все время упоминаю, когда нужно быстро реагировать на то, что происходит, когда у тебя развитое периферическое зрение, когда ты подавляешь в себе рефлексы, да. Ну, мне кажется, просто то вот у Лилиса, у Нейке, у него, который не сделал искусственный офсайт, у него просто включился рефлекс Павлова. Он привык играть в этой игре по Виа, и он просто скрестил, ну, как сузил, пошел за ним, за своим игроком, совершенно не читая эту ситуацию. Если бы он за ним не пошел, он оказался бы в сайде, и голока не было. Он просто не прочитал, потому что сразу не принял верное решение, а весь футбол он об этом. Кто вот быстрее принимает решение, да, предугадывает, тот и оказывается сильнее. В данном случае эпизод был про это. Но в целом Уэльс, я тебе хочу сказать, что мне понравилось, как они повысили темп, как они навязали эти наборства, и спасли игру, да и выиграть, я считаю, могли, кстати. Да, согласен. А ты как тебе больше показалось? Это скорее США как-то чуть потеряли концентрацию, или Уэльс немножко поднял темп, и, так скажем, вырвал победу себе? Да нет, Уэльс, Уэльс, Уэльс поднял игру, они внесли, они зачем-то держали этого, и Джеймс, и Рэмзи, что-то там пасся под Бейлом, Бейл совсем отдыхал в первом тайме, мало передач было к сторону, мало приема, мало подбора. Рэмзи ушел, он стал интенсивно загружать и на фланги мяч, и недодачу перед штрафной, и курс стал получать вверх. В общем, разнообразие, данная грузка возросла разносторонне на игроков обороны США, которые были практически освобождены от оборонительной работы в первом тайме, а второму пришлось этим заниматься. Переключиться на эту ситуацию они в полной мере не смогли, хотя и не сказать, что они там поплыли, развалились, но работать им пришлось, и это отвлекло их от атакующих действий. Интересно, что часто вот такие молодые команды, ну, американская команда, о которой мы говорим, что даже при подавляющем преимуществе в мастерстве, которое мы видели, наверное, в первом тайме, такие команды, если не добивают соперника в начале, потом, как правило, потерпеть уже и не могут, и там уже и мастерства не хватает в конце, в конце чисто потому, что физическое состояние тоже дает себе знать, а потерпеть, как бы, ну, команда еще просто не умеет так. Наверное, это определенная точка роста для всех молодых команд. Ну, я даже не уверен, что их на это затачивают, если честно. Да, все возможно, потому что современный футбол, как правило, это интенсивность, как правило, это высокий прессинг, а вот про то, чтобы потерпеть и отсидеться, часто об этом почему-то забывают. Я хотел тебя спросить, все-таки три матча, что-то еще кого-то, может быть, из игроков отдельно хотел выделить, кто-то тебе запомнился по сегодняшнему дню. Давай так, ты подумай, я просто хотел упомянуть, честно говоря, иранца Мехдита Реми, потому что парень, при том, что Иран провел очень слабую игру, он забил два гола, у него было три момента и пенальти, в сумме, получается, три момента, и он забил два гола. Мне кажется, это на самом деле очень важный момент, который, так скажем, пройдет через весь чемпионат мира в Катаре, потому что показательно, то, что даже если игра не складывается, свои моменты все равно команда может получить, и, в принципе, то же самое было в матче Катара с Эквадором. Если бы в конце первого тайма Алмес Али забил бы свой гол, вполне возможно, что игра бы сложилась по-другому. Конечно, Ирану это не сильно помогло, но я думаю, что в любом случае голы на чемпионате мира, ну, как угодно, и Ирану, и самому лично Тереми помогут, и очень важно именно сохранять концентрацию, и когда появится шанс забивать. Ты знаешь, я думаю, что я, наверное, свои кандидатуры уже сегодня называть не буду, потому что мы обговорили Белемнема, и Гакпо, и еще хороших ребят, в принципе, всех, кто сегодня того заслужил, они были упомянуты, но по Тереми, да, помимо того, что он забил, мне в первом тайме еще, по-моему, при счете 0-0 очень понравился эпизод, когда он там подъел одного из центральных защитников в городе Англии, когда казалось, что он спрятался у него за спиной и проиграл позицию, и парень там собрался принимать, то ли это Макгуайр был, то ли Столс, я не помню, по позиции сближе к Макгуайру, и он вдруг в последний момент трассы резким движением у него просто актер от мяча оказался сам с мячом на линии штрафной спиной к воротам, если бы кто-то из партнеров открылся, это был бы стопроцентный голевый момент, вот это я для себя отметил в игре, это видеть. Да, 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 согласен, тоже показательный момент, и я бы еще добавил, что во время пауз он собирал команду вокруг, что-то им говорил, как-то настраивал, потому что явно было видно, что команда растерялась, и во втором тайме тоже команда до конца так и не включилась, я, честно говоря, был в шоке, парень, защитник у них вышел на замену в перерыве, и буквально же, ну, то ли это был четвертый, то ли пятый гол англичан, сначала Харри Кейн принимал мяч в средней зоне, и этот защитник подошел к нему, поддержал его за спину, чтобы тот не упал, Кейн развернулся и ушел просто дальше, ну, то есть, я не знаю, ты выходишь как бы на замену, тебя как-то настраивают, ты сам должен настраиваться все-таки, это чемпионат мира, и, не знаю, непроходной какой-то матч, и надо показывать себя, надо что-то делать, а ты просто даешь нападающему соперника спокойно принимать, как бы и уходить, и никак не пытаясь всем помешать, ну, не знаю, мне это совершенно непонятно, но, видимо, действительно, правильно мы с тобой говорим, что головы игроков были, видимо, немножко заняты не только футболом в этот день. Ну, будем надеяться, что провальных матчей и провальных команд на чемпионатах как можно меньше. Да, продвигая на этом заканчивать, завтра нас ждет еще более сложный день, потому что четыре матча, надеюсь, Дима завтра к нам подключится, потому что боюсь, что вдвоем мы с тобой можем уже не вывести, не вывести, придется, придется подключать. Все, Вань, желаю тебе спокойной ночи, всех, кто нас слушает или будет слушать или не слушает, неважно, в общем, всем спокойной ночи, смотрите футбол, слушайте подкаст спорта день за днем о чемпионате мира и делитесь своими соображениями по поводу всего того, что мы сказали в комментариях, было бы интересно обсудить. Вот. Всем пока и удачи. Пока-пока.